О, вот, UFC интересен, практически все, и, соответственно, UFC 175 состоится 29 августа в Лас-Вегасе, Невата. Ну и в главном событии турнира встретятся Энтони Смит и Александр Ракич. Полутяжелый вес, пятый из девятых, но персо мной на большие личности. Кроме этого, Роби Лауэр, Нил Магний, Гим Чо Йен, Алекса Гроссо, женский налегчайший вес, и Магомед Анкалаев, и он тут слабо, полутяжелым весом. Магомед Анкалаев, сэк 13 номер, полутяжелый, полутяжелый. Что ж, 0-0 пока, примерно равная борьба, сейчас, так, вот, есть перетягивание канатов, мы наблюдаем по Руси, а в этом, в этом выпаде своем, чуть было не добилось. Видите, еще там, 0-0, в третьей минуте встречи. А вот хаббек Интера Борхо Мавалеру, 35-летний хаббек Интера, нам попрощался с клубом, говорит, носитесь сюда, было большое честь, спасибо за все, Интер. Написал на своей ТВМ-трифтере. Сыграл 100 матчей в футболке итальянской команды, и при запозрачении кариентин, он будет датаировать, завершать карьеру, видимо. Игрок. Вот Леброн, Леброн Джеймс, бывший квадрбэк Сан-Франциско, Фординаерс. Колин Коперник написал письмо лидеру Л.А. Лекерс Леброну Джеймсу, перед 4 года назад, 14 августа 2016 года, я начал протестовать против расизма и социальной несправедливости, искал истину, ты показал солидарность со мной, любовь движет нас вперед, спасибо, что у нас остаешься верным. Ну просто такое письмо благодарности, и он в итоге в ответ Леброн написал, опубликовал его письмо в инсте и написал, стою на колене рядом с тобой, брат, спасибо. Ну и в 16-м году он еще, вот этот Коперник, обращал внимание на необоснованную жестокость полицейских. Ну и начался в МБА целый бойкот-мач из-за новых протестов, касающихся проблемы расслов и неравенства. Новый волна протест начался с Рустовой полицейским, несколько раз выстрелили в спину 20-ти дивизий, ему афроамериканство Джейк Куплик, когда он садился в автомобиль Рустовой, пытался разнять двух поссорившихся женщин. Да, это вообще жесть. Просто поссорились с женщинами, он пошел их разнимать, пришли полицейские, сказали стоять. Сейчас он начал играть, ему выстрелили в спину. Вот такая вот интересная ситуация. Ну что ж, у нас 5 минут уже сыграно, пока без голов. Продолжается вот это вот общупывание командами друг друга. У нас по политическим новостям Владимир Владимирович Путин признал президентские выборы Белоруссии состоявшимися. Соответственно поддержал просто-напросто батьку, да. И заявил о начале учебного года с 1 сентября. Тоже более авторитетного мнения, вряд ли в этой стране найдем. Так что 1 сентября учебному году быть. Вот забавно с Барселоной, да, с Месси. Там, конечно, тоже невероятное творится по Руси, а вот он вперед открывает счет в матче 1-0. Немецкий клуб сейчас 100% в оборотах оказался. Внешне очень легкий клуб, но долго его пришлось ждать. Практически 6 минут. Ну так вот, представитель Буа Барси, Хосек Мария Мингела. Высказцы о положении Леонеля Месси. Мы уже сказали, да, то, что на 90% он останется. Вот его по собственному желанию исключен. Ну, там 700 миллионов уйти, да, положите тогда, раз уж хотите уход. Мы тут и учитывая, что каждый год Леонеля Месси может стать уже решающим. Один из последних, по крайней мере, в его карьере. Сколько? Ну, еще года 3-4 максимум играть на самом высоком уровне, затем уже доигрывать. Поэтому, конечно, не время ему вставать в позу и тоже байкотировать следующий сезон. Вряд ли он так сделает. Скорее всего, просто-напросто останется в партии и все. Да, Навальный продолжает находиться в коме, там, в Германии тоже. Думаю, что он наконец поправится. Алексей. А вот интересно, банк с иранскими корнями засекретил ежемесячную отчетность России. Кстати, тоже они санкционные там в эту историю попали в Соединенных Штаттах. Вот сообщается, что Суарес может бесплатно перейти в Ювентус. Вполне возможно такое. Пока юрист урагуайского футболиста занимается расторжением контракта с Барселоной. Урагуайский... ...светили 33-летнего игрока. Тем не менее, вариант с переходом Суареса в Ювентус вполне вероятен. Недавно в телефонном разговоре Рональд Куман заявил урагуайский, что не рассчитывает на него в предстоящем сезоне. Ну и, короче говоря, если они расторгнут соглашение по обоюдному согласию, то сможет он перейти бесплатно в Ювентус. Ювентус не против. Ну а вот причины собрали в кучу. Причины, по которым Месси хочет покинуть Барсу. Одной из причин является отставка спасла тренера Сени Грананхова Хернесто Вальверде. Дело в том, что у них с Месси были хорошие отношения. Форвард также не понимал причины, по которой руководство клуба назначало следствия Вальверде. Испанцы Киги Сеттиена. Свою роль здесь сыграло на поражении Барса от Баварии. Месси завел руководству команды, что необходимы радикальные перемены в смене состава. Однако игрок не был услышан. Ну и из-за Луица Суареса тоже обиделся частично Леонель Месси. И а вот аргентинский нападающий сам. Источники прийти к аргентинцу сказали, что решение Месси покинуть Барсу окончательно. Изначально он заявил об этом в личной беседе с Туроном Духуманом, а после обратился к руководству команды. И Месси говорят, что не остановит даже отставка президента по силам Жозефа Бартаме. С ССК тут тоже накануне, там несколько дней назад объявил о переходе на полу футболиста Ростова-Зайна Динова. Еще один игрок усилил армейцев Москвы. Ну что ж, первый тайм этой встречи окончен. Один мяч, чего мы увидели по итогам первой половины. Эти ноль Баруси опереди. Очень такая вязкая, текучая игра. И ааа... Субтитры создавал DimaTorzok